Хэй-хэй! Здорово, народ! Какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Хелплей. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, потому что сегодня мы с вами посмотрим абсолютно все концовки великолепной игры под названием Пейперс Плис. Концовок в ней аж 20 штук, поэтому многим, я уверен, будет интересно либо пересмотреть их снова, а вдруг запамятовали, либо увидеть их в первый раз в зависимости от того, играли ли вы игру вообще и проходили ли вы на другие концовки. Но перед тем, как мы приступим, давайте, конечно же, наша традиция. Поднимем бокалы с любимым напитком ради того, чтобы выпить за нашу интересную жизнь. И если она не интересная, пусть она таковой будет. Вручай! Ну а мы с вами начинаем. Идти мы будем с вами по порядку, поэтому начинаем с первой концовочки. Получить ее крайне легко и доступна она абсолютно в любой день игры. Все, что вам нужно, это не заплатить за квартиру. И, как говорится, последствия не заставят себя долго ждать. Все как в реальной жизни. И получаем мы с вами вот такую вот заставочку. В Арстонске нет места злостным неплательщикам. Ваша семья будет отправлена в деревню, из которой вы приехали. Вы помещаетесь под арест, вплоть до выплаты долга. Найти вам замену на посту инспектора будет нетрудно. Слава Арстонске! Вторая концовка в этой игре очень похожа на первую. По крайней мере инструментом, который требуется для того, чтобы добыть ее. В данном случае нам с вами всего лишь придется перестать кормить свою семью и платить за отопление. И в конце концов они начинают болеть и все умирают. Достаточно живодерская концовка. Единственное, что в ней греет сердце, это смерть тещи. Концовочка, как и первая, доступна в любой день игры. Ну а приветствуют нас после получения ее вот такие вот скрины. Вся ваша семья погибла. Главный приоритет Министерства труда – будущее процветания Арстонске. Работники должны содержать большие, здоровые семьи. Ваше место займет более достойный. Слава Арстонске! Третью концовку, наверное, получали абсолютно все, кто проникся настоящим патриотизмом к своей новой виртуальной родине. Доступна она на 12-м дне. И все, что нам с вами нужно, это отдать агенту Министерства черную бумажку с символикой Ордена Эйзик. И даже если вами двигали благородные позывы помочь своему любимому государству в поимке злостных революционеров, у государства совсем другие взгляды на эту ситуацию. Поэтому строгий агент Министерства, недолго думая, просит пройти с ним и сажает вас в тюрьму. Ведь в Арстонске безопасность правительства ценится гораздо больше, чем честность и патриотизм ее граждан. Ну и после этого, конечно, нас приветствуют новые скрины с пояснением. Вы арестованы за связь с антиправительственными группировками. Министерство информации проведет полную проверку вашей деятельности за последнее время. Слава Арстонске! Четвертая концовка специально для тех, кто любит халявные деньги. Доступна она на 14-м дне. Если на 11-й или 12-й день вы таки приняли дар в виде огромной суммы денег от ордена под названием Эйзик. Кстати говоря, вскоре эти деньги у вас отнимут и начнут расследование ввиду вашего быстрого и невероятного обогащения. Так вот, если на 14-й день вы не пропустите второго агента Эйзик, то орден вам ничем не поможет, а расследование для вас закончится тюрьмой с печальными скринами. Министерство доходов обнаружило отклонение в структуре ваших финансовых поступлений. Вы арестованы. Будет проведена полная проверка вашей деятельности за последнее время. Ваша семья также задержана для допроса. Вам на замену прислан новый инспектор. Пропускной пункт продолжит работу под его началом. Слава Арстотске! Пятая концовка доступна нам с 23-го по 31-й день. Да-да, именно с того момента, когда мы наконец-таки получаем доступ к оружию с боевыми патронами. Все, что нам нужно сделать, это дождаться нападения кровожадных террористов на наш прекрасный КПП, оперативно схватить ключ от футляра с боевым оружием, открыть его и расстрелять. Расстрелять по самой гланды ни в чем не повинных людей, которые стоят в очереди. А почему бы и нет, друзья? За столько дней работы эти уж рожи иностранные нас порядком подзадолбали. Но, как вы уже догадались, за такой проступок нас по головке не погладят. Более того, посадят в тюрьму и не просто, а приговорят к смертной казни. Вы арестованы за убийство невиновного. Вы приговорены к смертной казни. Членов вашей семьи подвергнут допросу, чтобы выяснить степень их причастности. Вам на замену прислан новый инспектор, пропускной пункт продолжит работу под его началом. Слава Арстотске! Шестая концовка недалеко ушла от пятой. Они практически идентичны. Разве что доступна шестая концовка немного раньше. Шестнадцатого по тридцать первый день. Все, что нам надо сделать, это снова дождаться нападения треклятых террористов на наш КПП и на этот раз быстро и оперативно достать наш транквилизатор. И что? Правильно! Расстрелять ни в чем невинных людей, которые стоят в очереди. За такое нас, конечно, не казнят, но вот в тюрьму посадят и заставят там каторжно трудиться. Вы арестованы за нападение на невидовного. Вы приговорены к каторжным работам. Членов вашей семьи подвергнут допросу, чтобы выяснить степень их причастности. Вам на замену прислан новый инспектор, пропускной пункт продолжит работу под его началом. Слава Арстоцке! Седьмая концовка продолжает наш охотничий марафон. Доступна она с 23 по 31 день и практически ничем не отличается от предыдущих двух, за исключением неожиданного поворота. Нам снова придется с вами дождаться атаки кровожадных террористов на наш КПП, снова оперативно схватить оружие с боевыми патронами и расстрелять, блин, охранников! Они нас тоже задолбали! Ну и, как вы, наверное, догадались, охранники в Арстоцке ценятся абсолютно так же, как и обычные люди в очереди. Поэтому впереди нас ждет очень интересное приключение в тюрьму и на смертную казнь. Вы арестованы за убийство представителей власти Арстоцки. Вы приговорены к смертной казни. Членов вашей семьи подвергнут допросу, чтобы выяснить степень их причастности. Вам на замену прислан новый инспектор, пропускной пункт продолжит работу под его началом. Слава Арстоцке! Восьмая концовка является зеркальной по отношению к седьмой. Абсолютно тот же самый случай, как с пятой и шестой концовками. Доступна она с 16 по 31 день, а действия, которые от нас требуются выполнить для ее получения, абсолютно идентичны седьмой концовке, за исключением одного элемента. Стрелять в охранников на этот раз мы будем из транквилизатора. Но в отличие от шестой концовки, где за транквилизатор нас приговаривают к принудительному труду, в этот раз нас приговорят к смерти. Потому что нападение на представителей власти Арстоцке, не важно как вы это делаете, все равно карается смертью. Вы арестованы за нападение на представителя власти Арстоцке. Вы приговорены к смертной казни. Членов вашей семьи подвергнут допросу, чтобы выяснить степень их причастности. Вам на замену прислан новый инспектор, пропускной пункт продолжит работу под его началом. Слава Арстоцке! Девятая концовка продолжает лучшие традиции тира в игре. Доступна она на 23-й день. Все, что нам нужно сделать, это снова дождаться нападения террористов на наш КПП. Схватить ружье с боевыми патронами и как бык наброситься на человека в красном, убив его. Нас, естественно, за это посадят, но вот в тюрьме мы получим очень интересную весточку от нашего ордена. Вы арестованы за убийство невиновного. Вы приговорены к смертной казни. Членов вашей семьи подвергнут допросу, чтобы выяснить степень их причастности. Вам на замену прислан новый инспектор, пропускной пункт продолжит работу под его началом. Слава Арстоцке! Из щели под дверью камеры появляется записка. Инспектор, ваша семья в безопасности. Объект уничтожен, но возникли новые проблемы. Новый инспектор отказывается от сотрудничества. Мы больше не можем оказывать вам поддержку. Эйзик снова уходит в подполье. Вашу семью вывезут в Арбистан. Удачи! Десятая концовка – очередное транквилизаторное зеркало. Доступна она так же, как и предыдущие 23 дня. И все там абсолютно идентично, кроме последнего пункта. Вместо ружья с боевыми патронами мы используем на красного человека транквилизатор. Единственное различие между этой концовкой и предыдущей – то, что смертную казнь наменяют на каторжные работы, а орден сообщает, что человек все же выжил. Вы арестованы за нападение на невиновного. Вы приговорены к каторжным работам. Членов вашей семьи подвергнут допросу, чтобы выяснить степень их причастности. Вам на замену прислан новый инспектор. Пропускной пункт продолжит работу под его началом. Слава Арстоцке! Из щели под дверью камеры появляется записка. Инспектор, ваша семья в безопасности. Объект пришел себя в больнице. Новый инспектор отказывается от сотрудничества. Деятельность Эйзик приостановлена. Мы больше не можем оказывать вам поддержку. Эйзик снова уходит в подполье. Вашу семью вывезут в Арбистан. Удачи! Одиннадцатая концовка показывает нам типичное недопонимание между начальством и подчиненным. Доступна она на тридцатый день. Если при первом посещении вашего КПП министр таможни сделал вам предупреждение по поводу того, что на вашей стенке помимо грамот красуется какая-то ерунда и к тридцатому дню вы не навели на вашей стене порядок, второй раз министр вам такое не простит и уволит за непослушание. Ибо нефиг! Соблюдайте устав на рабочем месте. Вы арестованы за нарушение приказа. Вы приговорены к каторжным работам. Ваша семья будет отправлена в деревню, из которой вы приехали. Вам на замену прислан новый инспектор. Пропускной пункт продолжит работу под его началом. Слава Арстоцке! Двенадцатая концовка будет наказанием вам за вашу дерзость. Доступна она на двадцать пятом дне. Чтобы ее получить, нужно нарушить приказ начальника и не пропускать его подругу Шаю. Потому что у этой сучки не все в порядке с документами. Ну а если быть еще точнее, то ее надо за это арестовать. И как только вы это сделаете, на следующий день человек белобрысые усы прилетит к вам на КПП и арестует вас за то, что вы подлец. Ваш куратор доложил, что вы расхищаете имущество Арстоцке. Вы приговорены к каторжным работам. Ваша семья будет отправлена в деревню, из которой вы приехали. Вам на замену прислан новый инспектор. Пропускной пункт продолжит работу под его началом. Слава Арстоцке! Тринадцатая концовка – первая концовка, для получения которой требуется выполнить ряд условий в правильном порядке. Доступна она на тридцать первый день. Для начала дожидаемся террористической атаки на наш благородный КПП. После чего хватаем ружье с боевыми патронами и готовимся обороняться. Для начала мы убиваем террориста снизу. Это нужно для того, чтобы он не убил вас первым. Потом мы ждем, когда террорист сверху взорвет стенку. После того, как он это сделает, можете отстреливать ему любые места, которые вам приглянутся. А дальше мы будем наблюдать картину, как иностранцы пытаются пробежать через эту огромную дырень. И несмотря на наш самоотверженный поступок по защите государственной собственности, нас все равно посадят. Пограничная стена в Грештине разрушена. Вы арестованы, поскольку не смогли защитить вверенный вам пропускной пункт. Ваша семья будет отправлена в деревню, из которой вы приехали. Вам на замену прислан новый инспектор. Пропускной пункт продолжит работу под его началом. Слава Арстоцке! 14-я концовка для любителей подлянки. Доступна она после 31 дня. То есть тогда, когда над нами будет идти слушание. Чтобы ее получить, надо выполнить 4 задания из 5, которые нам дает Эйзик. А вот на 5 задании их надо коварно предать и воткнуть им нож в спину. Вследствие чего, когда мы будем на слушании, нас с вами все равно посадят, потому что установят связь с запрещенной террористической организацией. Но при этом старые друзья обязательно напишут нам письмо на места не столь отдаленные. Добрый день, инспектор! Мы провели проверку вашей деятельности. Установлено, что вы связаны с группой, называющей себя Орден Звезды Эйзик. На территории Арстоцки арестованы несколько членов этой организации. По крайней мере, один из членов Эйзик показал, что вы оказывали ему помощь. Это квалифицируется как государственная измена. Прощайте, инспектор. Казнь назначена на сегодня. Ситуация, в которой находится ваша семья, неизвестна. Эйзик уничтожен. Законность и порядок восстановлены. Слава Арстоцке! Из щели под дверью камеры появляется записка. Инспектор, вы предали на самый ответственный момент. Местный капитул Ордена Эйзик уничтожен. Мы ничем не можем помочь вашей семье. Пятнадцатая концовка продолжает серию наших предательств. Доступна она на тридцать первом дне. Но перед этим нам нужно выполнить четыре задания Ордена из пяти. А на пятом снова совершить вероломное предательство. Ну а также сделать ряд действий, которые очень похожи на те, которые мы делали на тринадцатой концовке. Для начала нам надо дождаться атаки террористов на наш КПП. После этого взять ружье с боевыми патронами и дождаться, когда они взорвут стенку. Но после этого отстрелить их. В отличие от тринадцатой концовки, здесь не обязательно убивать нижнего террориста первым делом. Потому что мы помогали Ордену и он не собирается нас убивать. Но также, в отличие от тринадцатой концовки, где Орден потерпел поражение, здесь мы просто нанесли ему кровоточащую рану, но не уничтожили. Граница прорвана. Это великий день для Ордена Звезды Эйсик, но вы предали нас самый ответственный момент. Могущество Эйзик растет, в то время как слабые и продажные теряют силы. Ваше предательство означает, что вы не сумели сделать правильный выбор. В нашей революции нет места ни для вас, ни для вашей семьи. Прощайте, инспектор. Слава новой Орстоцке! Шестнадцатая концовка полна эгоизма и доступна в последние три дня игры. Единственное, что нам нужно, это паспорт Джорджи и немножко денег для того, чтобы смотаться в Освояси, а если быть точнее, в Арбистан, подальше от нашей надоедливой семьи и этой Орстоцке. Будем там строить снежную холостяцкую берлогу и жить с медведями. Вы все бросили! Сын, жена, племянница, дядя и теща готовятся к возвращению в Нирск. Вы садитесь в ночной поезд, идущий на северной территории. В нем почти пусто. Вы покупаете подделанный в спешке паспорт и новый пропуск. Они выглядят ужасно. К утру вы прибываете на границу. Очередь стоит огромная. Шесть часов спустя. Документы. Вот, пожалуйста. Въезжаете один? Да. Я хочу навестить родственников. Меня не интересует, зачем вы приехали. Ждите. Шлеп. Добро пожаловать в Арбистан. Следующий. В безопасности ли ваш сын, жена, племянница, дядя и теща? Неизвестно. Семнадцатая концовка. Ни рыба, ни мясо. Доступна она после тридцать первого дня игры. То есть во время слушания нашего дела. Для того, чтобы ее получить, нужно выполнить от одного до трех заданий Ордена. В итоге нас разоблачат в содействии террористической группировки. Орден будет уничтожен, а в Арстотске будет восстановлен порядок. Добрый день, инспектор. Мы провели проверку вашей деятельности. Установлено, что вы связаны с группой, называющей себя Орден Звезды Эйзик. На территории Арстотске арестованы несколько членов этой организации. По крайней мере, один из членов Эйзик показал, что вы оказывали ему помощь. Это квалифицируется как государственная измена. Прощайте, инспектор. Казнь назначена на сегодня. Ситуация, в которой находится ваша семья, неизвестна. Эйзик уничтожен. Законность и порядок восстановлены. Восемнадцатая концовка. Концовка настоящего семьянина и любящего отца. Доступна в последние три дня игры. Отличается от концовки эгоиста тем, что вы уезжаете не один в освоятии, а всей своей большой любящей семьей. Если вы приютили племянницу, вам понадобится шесть штук паспортов, которые вы будете добывать путем конфискации. Ну и обязательно понадобится 150 долларов, чтобы было на что купить эти поддельные документы. Ну а после этого приедете в Арбистан и будете вместе дружно строить берлогу и жить с медведями. Вы, сын, жена, племянница, дядя и теща бежали в Арбистан. Вы садитесь в ночной поезд, идущий на северные территории. В нем почти пусто. Вы покупаете подделанные в спешке паспорта и новые пропуска. Они выглядят ужасно. К утру вы прибываете на границу. Очередь стоит огромная. Шесть часов спустя. Документы. Вот, пожалуйста. Въезжаете один? Нет, вместе с семьей. Давайте сюда все документы. Мы хотим навестить родственников. Меня не интересует, зачем вы приехали. Ждите. Добро пожаловать в Арбистан. Следующий. Арбистан превыше всего. Девятнадцатая концовка. Победа революции доступна после тридцать первого дня. И при условии, что вы выполнили все задания ордена Эйзик. Последнее задание выполняется путем абсолютного бездействия. Когда на вашу КПП нападают, вы просто ничего не делаете. Сидите и пьете чаек. Ну и после победы ордена над тоталитарным государством, у вас и вашу семью перевозят в более комфортабельную квартиру. Инспектор, великий день настал. Мы прорвали границу. Могущество Эйзик растет, в то время как слабые продажные теряют силы. Мы намерены предоставить вам и вашей семье жилье гораздо лучшего качества. Ваши услуги в качестве инспектора нам больше не нужны. Нам нужны агенты. Вступайте в наши ряды, и мы вместе доведем революцию до победного конца. Слава новой Арстонске! Последняя двадцатая концовка и полная противоположность предыдущей. Получить ее можно после тридцать первого дня, во время нашего слушания. Для того, чтобы мы ее могли с вами добавить в нашу коллекцию, нам вообще нельзя сотрудничать с Эйзик. Абсолютно! Никаких заданий. Ноль из пяти. И тогда агент министерства признает вашу невиновность, выразит благодарность за вашу службу и отправит обратно нести честную службу своей великой родине. Ну а приятным бонусом после выполнения этой концовки будет код доступа к бесконечной игре, где вы сможете вечно проверять документы людей, которые пытаются вас обмануть. Здравствуйте, инспектор! Мы провели проверку вашей деятельности за последние двадцать лет. Нельзя сказать, что все было гладко. И все-таки Арстонска благодарна вам за верную службу. Мы готовы закрыть глаза на эти маленькие недочеты. С вас сняты все подозрения. Слава Арстонске! С калечи достигнуто новое соглашение. Пропускной пункт Греждин скоро вернется к работе. С первого января вы продолжите работу в той же должности. Вот и подошла к концу наша экскурсия по всем финалам замечательной игры под названием Пэйперс Плис. Я надеюсь, что этот ролик вам понравился и он был для вас интересным. Ставьте лайки, вы меня этим очень сильно поддерживаете и стимулируете делать дальше. Не забывайте подписываться на канал. Есть группа ВКонтакте, группа в Стиме. Там у нас много чего интересного выходит. Есть канал на Твич, там проходят прямые трансляции. Второй канал на Ютюбе, где выкладываются их записи. Ну и я еще есть. И если что, все ссылки в описании под видео. Аж голос немножечко охрип. Ладно, всем счастья, удачи, здоровья. Всем пока. Острый соус. Этот соус превратит в пресный суп в огненную воду. Так, ну ключи-то на свинку и остался кактус. Из действий остался только, получается, челюсть и... И будильник. О, господи. Там, кстати, этот чекпоинт был рядом. Прям обидка пипец какая. Давай еще раз. Давай, Эдушка, мы в тебя верим. Сергей своим культяпками пытается привести тебя к победе, но не рассчитывай, не рассчитывай, брат. Тебе придется много страдать в моих руках.